Нету плохих и хороших эмоций. Все эмоции прекрасны. Вот смотрите, вы идете по улице, и вдруг свист, и вы краем глаза видите на вас летящий автомобиль. И тут вы испытаете самую ужасную эмоцию страха и убежите от автомобиля, отпрыгнете, так сказать, и выживете. Вот какая же плохая эмоция! Спасла вам жизнь! Понимаете, в чем дело? А или можно внарить какое-нибудь психоактивное вещество и сидеть такой радость, эмоция. Эмоция. И все, и хорошая эмоция приведет, в конце концов, к чему? К зависимости смерти. Вот весело, да? Мозг работает для выживания. То, что мы говорим про эмоции, это вещи, которые относятся к эволюционно очень древним задачам, обеспечивающим выживание индивиду. Все эмоции хороши. Но когда они превращаются в чувства, вот это другое, чувства. Я же специально рассказываю о тебе ощущения, эмоции, чувства. То есть попадать в дискурс. Вы, например, думаете, боже, 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 все люди болеют, все люди умирают, врачи совершают ошибки, у меня забилось сердце, бабушка моя сто лет назад умерла, значит, от сердца. Вот, значит, врачи тоже все ничего не понимают нифига. Вот, и я испытываю страх. Но страх я уже перед этим начал испытывать, и он сел на этот дискурс. И хотя страх я испытывал из-за того, что на самом деле моя жизнь вообще, так сказать, пошла куда-то не туда, вот, я из-за этого испытывал настоящий страх. Но я попал в дискурс этот вот врачебно-медицинский, или точнее говоря, ипохондрический, и началась у меня развиваться ипохондрия, которая потом в паническую атаку может обидеться и так далее. Все эмоции нормальные, животные, ну, мы животные, вот наши животные эмоции все хорошие, потому что они к месту, вот, они нас доставляют выживать. Но когда они, как бы, в них простраиваются идиотские дискурсы, вот, тогда все, чеши, 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 пиши, пропало.